Дмитрий Павленко Здравствуйте Здравствуйте Слушайте, ну да, давайте, расскажите поподробнее Грантовый конкурс Движения Первых Это первый грантовый конкурс в целом? Или уже успевали проводить, потому что движение-то совсем вот Да, движение, именно грантовый конкурс Движения Первых Это первый грантовый конкурс И вы сразу подали и выиграли Да, так получилось О чем грант? На что просидели? Мы создали грант на проект «Фестиваль Добро» «Создавай Добро» Проект направлен на развитие, популяризацию добровольческого движения в городе Хабаровске Мы, в принципе, активно занимаемся этим, да И вот услышали о том, что проводится такая субсидия Решили попробовать себя, и у нас и так удачно получилось Фестиваль? Что это? Где? Когда? Фестиваль включает в себя несколько мероприятий Перед одним большим праздником – День добровольца То есть у нас пройдет цикл мероприятий И большим таким заключительным закрытием фестиваля Будет как раз-таки День добровольца Который пройдет в молодежном пространстве Квартиры Паши Кейзера О как! Да Так, ну, соответственно, не на многотысячную толпу это все Да, это будут лучшие добровольцы города Хабаровска Ага, это как бы больше такое Проявившие активную Поощрение какое-то Соответственно, будет награждение Обязательно А то, что предшествует вот этому итоговому мероприятию В каком промежутке времени будет происходить? И, собственно, что это будут за мероприятия внутри этого проекта? У нас начинается реализация проекта с сентября месяца И как раз заканчивается она 5 декабря Одним большим праздником – День добровольца в целом Цикл мероприятий из себя представляет – это «Ветер перемен» Мероприятия направлены на поддержку ЗОЖ в городе Хабаровске То есть она включает в себя недельное обучение Мы обучаем активистов, городских добровольцев Которые как раз-таки потом, приходя в свои учебные заведения Проводят уроки по ЗОЖ И обучают школьников или это студентов Как раз-таки по мерам профилактики Так, «Ветер перемен» «Адреналин плюс» – это такая квест-игра Направленная на спорт, ЗОЖ и профилактику Это у нас будет проходить либо на набережной Либо это будет программа Это будет в виде квест-игры такой Потом у нас будет семинар Семинар этот пройдет по обмену добровольческими практиками С руководителями добровольческих объединений То есть мы о них тоже не забыли Мы хотим провести большой, крупный семинар Чтобы собрать всех руководителей добровольческих объединений В одном пространстве Чтобы все поделились своим опытом Повзаимодействовали друг с другом И мы выстроили одну большую работу То есть это будет такое мероприятие Для всех руководителей Чтобы мы о них Потому что мы вспоминаем только о добровольцах Но никогда не нужно забывать о их руководителях Потому что их руководители проводят очень большую, огромную работу Не понаслышке знаете? Да, я сама знаю не понаслышке Какую работу проводит каждый руководитель Так, это как бы исчерпывающий перечень? Нет, еще будет у нас доброволец года Но перед добровольцем года Это что такое доброволец года? Доброволец года проводится в семи номинациях А это премия? Да, только в этом году это будет абсолютно новый формат Как в принципе и формат новый всех других мероприятий Да, это мероприятие, в принципе, ветер перемен, он известный ребятам Но он будет инновационным Потому что мы смотрели с другой стороны на него Он будет по-другому вообще То есть мы поменяли полностью проведение Мы посмотрели на него другими глазами Он будет инновационным Он будет что-то новое Это такой апгрейд для ребят Которые прям... Ну, это зайдет в этом году Мы уверены Ну, то есть я правильно понимаю? Вот эти все мероприятия Это такие мероприятия внутри добровольческого... Такое восстановление, что ли, какой-то социальной справедливости Потому что обычно добровольцы сами во внешний, точнее, мир Какие-то добрые дела и так далее А здесь немножко про себя вообще подумать Сделать что-то о себе Тем не менее, даже вот там перечень мероприятий, которые вы озвучили Они направлены для того, чтобы чему-то научиться А потом транслировать куда-то, да Слушайте, сколько денег выиграли? Сумма нашего финансирования 3 миллиона 65 тысяч 3 миллиона? Да Как... Большие деньги вообще по меркам в вашей организации? Хорошие Хорошие Хорошие? Да, хорошие Обрадовались, когда узнали? Вот можно сказать честно Это была первая эмоция Это был ступор Я такая А что с ними делать? Так А как? План есть? Все есть, все расписано, но... А как? Я не планировала Это была первая мысль Была именно такая, не планировала Но потом пришла такая радость У меня теперь есть на все мои задумки На все мои планы есть деньги Это круто, это классно Я теперь сделаю вообще все по-новому Пересмотрю свою работу Плюс я еще узнала об этом на проекте Голос поколения регионы Где вообще происходили, в принципе, неделю со мной изменений И тут я такая узнаю, такая Так, ну теперь я еще больше внесу изменений Как, ну скажем так, коллеги восприняли эту новость Как команда? Очень рады Команда была счастлива, что мы смогли Мы сделали это круто, это классно Теперь предстоит это все реализовать Будет нелегко на самом деле Потому что все равно это деньги Но у нас все получится, я уверена Ну слушайте, сумма приличная Ответственность, соответственно, большая Да, за это же еще все отчитаться Потом надо будет, да, грантовый конкурс Так устроены Так, хорошо Ну, соответственно, все, выиграли Первое мероприятие когда должно состояться? 16 сентября Уже вот буквально? Да Уже готовитесь? Уже Уже? Да, но в принципе, ну, мы собирались его реализовывать Оно собиралось у нас проводиться Это городская большая акция Поэтому, ну, мы готовы Слушайте, а мне вот еще интересно Вот гранты Если бы гранта не было Вот то, что вы перечисляли Эти мероприятия бы не случились? Или? Случились Но теперь они с поддержкой С финансовой С финансовой поддержкой Соответственно, вот благодаря этой поддержке Что произойдет? Инновационность То есть мы добавим А что это значит? Ну, то есть будут какие-то хорошие Я их так называю, плюшки Ну, хорошо Просто Вот было так до гранта Сейчас грант получили И вот теперь будет вот это Какой-нибудь хотя бы один пример Чтобы вообще понимать На что эти гранты-то тратятся? Что они позволяют улучшать? Ну, допустим, мы закупим форму для ребят Ну, то есть выиграют они брендированную продукцию Да, то есть они выиграют бутылки для воды Ну, то есть все, что мы хотели заложить Это в плане вот мер То есть по большому счету это как? Это такое поощрение, что ли, своего рода Да Ну, то есть у нас для волонтеров будут изготовлены футболки Для участников будут, ну, то есть в качестве приза, да Изготовлены там футболки Это будут там бутылочки А зачем, вот слушайте, а зачем эти... А зачем это все нужно? Вот, ну, не было бы футболок Было, сделали бы, там не было бы мерча этого Все равно же провели бы Провели, провели Так, ну а зачем вам это все? Раньше ребят меньше поощряли Ну, то есть мы хотим популяризировать добровольчество тем, что Ребят, у нас тоже все есть А это влияет, вот это ощущение, что чего-то не хватает Что там ходят, я понимаю, что не в рваном, но не в едином каком-то стиле и вот так далее Мерч, он какой вообще вот смысл в себе несет? Ну, это значимость, что ты принадлежишь какому-то сообществу То есть ты не просто вот, а-ля, я Вася Это важно для ребят? Да, это важно Это для ребят правда важно, что если у меня на мне футболка, значит, я отношусь к этому сообществу Значит, я в этом сообщество, а это сообщество меня продвигает Ну, то есть это вот... Такой, как бы, объединяющий, что ли, фактор Объединяющий, конечно, да И, соответственно, вот эти вот все плюшки, они будут на протяжении полугода, да, где-то на каких-то мероприятиях в качестве поощрения Да Ага В целом, история про грантовые конкурсы, это первый грант, который выиграли? Нет, это не первый городской штаб добровольцев выигрывал и ранее И вообще все, что выигрывает городской штаб добровольцев, все успешно Все успешно Все успешно Какие... вообще, когда в грантовых конкурсах всегда есть, во всех заявках, когда заполняешь, там ожидаемые результаты, эффекты, еще что-то Чего должно поменяться и что условно ваши проекты и этот, и все остальные Вот когда вы реализовываете, качественно, количественно боксинг, вот качественно, что меняется? Во-первых, мы создаем бренд, бренд, который должен знать каждый хабаровчанин То есть у нас есть одна из затрат, это создание символа добровольцев Хабаровска Символ будет отражать, мы как раз запускаем конкурс То есть у нас будет конкурс на то, чтобы наша молодежь поучаствовала в конкурсах И придумала логотип и как раз символ добровольцев Хабаровска, который будут знать все То есть каждый хабаровчанин будет знать это все плакатах в городе следующий проект до сидя вы поддержите мы хотим замостить все рекламные все мы хотим рекламу 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 в целом про грантовые конкурсы про участие в них молодежи мне кажется за последние там несколько лет количество вот их точек входа форумные компании отдельные грантовые конкурсы там отрус молодежи не знают край города и прочее прочее федеральных площадок тоже масса их ну их очень много условно и у тебя есть какая-то идея и тебе до 35 вот ты можешь я не знаю просто вот грамотно составить заявку и выиграть деньги вот шансов реализовать себя огромное количество но это у меня ощущение как вы думаете да на самом деле у нас сейчас много различных поддержек для молодежи нас различные грантовые конкурсы на самом деле это здорово потому что любой человек да ну то есть из числа молодежи может попробовать себя в какой-то своей идее принести в город деньги в край в принципе в свое вложение потому что ты уже понимаешь работая с деньгами даже если это микро гранты до которые до 100 тысяч можно взять они идут от 14 лет то есть ребенок по факту это ребенок может взять какой-то грант реализовать и попробовать свои силы вообще как это что это с чем это вообще как это реализовывать деньги как это когда у тебя на твою идею не просто да идея а можно ее воплостить в жизнь и попробовать себя как раз таки не только с финансовой до точки зрения но еще и в принципе как реализацию проекта как реализация организатор конечно как работа в команде потому что все равно любой грант это работа в команде то есть попробовать себя во всех направлениях поэтому грантовые конкурсы это большая возможность ну во все заправить во все а есть те кто не мне кажется еще с количеством с ростом вообще вот эти грантовых конкурсов растет и количество людей которые в них участвуют потому что мне кажется при желании можно найти ну раз в месяц свою какую-то идею на какое-то мероприятие если не чаще подавать и уз и будто бы уже все про это знают но вот по вашим ощущениям хотя наверно у вас не очень такая выборка репрезентативная все равно вас активная молодежь на все проекты все вещи знают но может быть где-то сталкиваетесь общаетесь молодыми людьми которые где-то до сих пор о чем-то не знают во что-то не верят где-то сяне а не да я не выиграю так далее вот такая позиция вам знакома где-то нет на самом деле у нас ребята выиграли все уже не выиграли все да есть какой-то небольшой страх да у нашей молодежи что я боюсь не выиграть я боюсь там а если я если я выиграю как это отдельный тренинг можно вести когда я вырываю психологическая поддержка да да правда да то есть и ребята боятся они нет они я не могу сказать что они боятся они хотят просто не знают как и как раз таки в помощь приходит наша проектная мастерская да у нас на базе наш добрый центр и на базе нашего добрый центр у нас есть проектная мастерская максим анатольевич к нему приходят ребята молодые перспективные спрашивают а как написать и он рассказывает ребятам ребята поддаются и довольно успешно ну то есть это небольшие гранты на самом деле это с чего-то условно начать я вот от себя скажу что опыт написания гранта вообще погружение если ты можешь грамотно емко коротко подать написать заявку а потом еще если это предполагает какую-то очную защиту выступить и вот этот сам момент подготовки он очень хорошо тебя где-то на уровне мышления систематизирует какой-то логикой такой награждает весь этот процесс и это просто да само по себе как какое-то обучение это очень классно и важно вот где вот смотрят нас ребятки дай бог молодые хотят так ну сколько там 14 лет сотка хочу куда куда приходить чтобы научиться собственно писать заявки приходить можно к нам а у нас говорю у нас на алле на 85 на нашем на базе нашего доброцентра действует проектная мастерская бобров максим анатольевич руководитель проектной мастерской он поможет написать он не будет писать за вас нет это это не работает он поможет ваши идеи просто правильно сформулировать поможет как это написать не он писать за вас не будет потому что должна быть инициатива каждого человека да да правда ну то есть вот даже в случае меня я честно скажу я такая не не грант это вообще не моё это так правда это сложно я ну не согласна с тем что да сейчас любой можно нет это сложно это правда я то есть мне пришлось несколько дней прям сидеть быть погруженной только в написании гранта я писала его в отпуске потому что ну это это нужно быть полностью погружен только в него и это сложно потому что тебе нужно правильно донести мысли не все что у тебя там в голове есть накидал такой нарубил нет это нужно правильно грамотно сформулировать это нужно правильно подать свои свои идеи и это можно но вот при помощи до нашего сотрудника и у меня это получилось то есть я ему говорила что так у меня вот такая вот такая вот такая идея так помоги мне теперь все это правильно написать и вот он да он не очень в это хорошо в этом плане помог он сформулировать мои идеи в правильно помощь на 3 миллиона Ну что ж, Екатерина, спасибо большое за то, что рассказали, во-первых, про сам конкурс. Поздравляю вас еще раз с этой победой. Сил, терпение всей команде, которая будет реализовывать эти мероприятия. Сроки сжаты, работы много, поэтому, да, я думаю, это все обязательно пригодится. Друзья, ну а вы, если вдруг захотите поучаствовать в каком-то грантовом конкурсе, написать заявку, да и вообще, если есть какая-то идея, которую хочется более-менее грамотно сформулировать, вот, пожалуйста, обращайтесь, Ленина 85 с радостью всегда примут. Максимально дружелюбные ребята чаем напоят, печенюшками накормят. Екатерина Сероштан, руководитель городского штаба Добровольцев, была с нами сегодня. Меня зовут Дмитрий Павленко, я с вами прощаюсь, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!